Животные одесского зоопарка готовы ко встрече с одесситами. Но несмотря на открытие, он продолжает работать, учитывая карантинные ограничения. К примеру, акватерариум и детские площадки закрыты, а количество посетителей ограничено. Одновременно находиться на территории могут не более 450 человек. А на вольерах появились вот такие информационные таблички с просьбой не прикасаться к поручням. По словам директора зоопарка, два месяца карантина бесследно не прошли. Он все-таки ударил по бюджету зоопарка. Что касается финансовых потерь, они, конечно, значительные. По нашим подсчетам мы как минимум потеряли за время карантина полтора миллиона гривен. Но я думаю больше, с учетом того, какие стояли прекрасные погоды. Скорее, эта цифра будет ближе к двум. На наших животных это никак не отразилось. Мы не меняли рационов, ничего не урезали. У нас не было проблем с кормами. Нам не нужна была помощь. У нас оставались и корма, там еще и деньги на корма. Плюс городской совет нам помогает, конечно, бюджетом. Экономить пришлось на стройматериала для текущей реконструкции зоопарка, чтобы сохранить зарплаты и привычные лакомства для питомцев. По словам сотрудников, животные ощутили только одно неудобство – отсутствие посетителей. Есть животные, которые привыкли к повышенному вниманию у нас. Например, наша слониха Венди. Вокруг нее всегда люди, частые показательные кормления, частые контакты. Слон входит в пятерку самых умных животных, поэтому для нее отсутствие посетителей явилось немножко скучным. И она, конечно, сейчас рада тому, что опять пошел человек, опять появились посетители, новые эмоции. Ну и плюс любые посетители для животных – это тоже своеобразное обогащение среды. То есть то, что мы делаем с зоопарком, пытаемся внести какие-то дополнительные элементы в их жизнь. Мы, как могли, естественно, тоже контактировали с ней. Естественно, это получалось не настолько часто, как в сезон, когда есть люди. Но, тем не менее, мартышки тоже скучали. Чтобы не падать духом и развлечь животных, сотрудники даже устроили концерт классических произведений прямо в зоопарке. Для мартышек – история любви. Для слонихи Венди – лирика Ноттердам де Пари. Медведю – серенаду, а волка – мурку. По общению с животными соскучились и одесситы. Для безопасности отдыхающих руководство зоопарка разместило плакаты, информирующие о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию. Я очень ждала, прямо мечтала давно. Я так обрадовалась, что, наконец, тоже могу попасть. Потому что в Николаеве открыли пару дней назад, а у нас еще не работало позавчера. Смотрите, вот, не отстает от меня, видите. Это мы, вот, наша постоянная овечка. Вот мы ее приходим, она к нам снимает. А когда открытие? Да. Так у меня четверо детей. Мы часто сюда ходим. Мы общаемся с директором по соцсетям. Вот как вот открылся зоопарк, получилась возможность, мы обязательно пришли сюда. Зоопарк решил повременить с традиционными семейными экскурсиями и детскими праздниками. Но даже без активности в первый день открытия желающих пообщаться с животными и угостить их любимым лакомством нашлось немало. Светлана Товжук, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...